Всем привет! Сегодня будет для многих долгожданное видео об уходе за волосами, вернее, скорее это будет обзор двух профессиональных марок, которые очень раскручены сейчас на рынке, и очень многие как раз-таки на эти марки возлагают огромные надежды по поводу своих волос, и я сейчас говорю о марке Kerastase и Olaplex. Я попробовала и ту, и другую линейку, и честно вам признаюсь, я очень долго откладывала создание этого видео, потому что, хотя многие и спрашивают меня, как я ухаживаю за своими волосами, но в то же время мне кажется, что такие видео очень многие воспринимают неправильно. И раз уж я села здесь рассказывать об уходе за волосами, то я как минимум должна быть как модель из телевизора, которая рекламирует это все своей копной волос. На самом деле, я вам сразу вот так вот с места в карьер скажу, ни один уход в плане шампуньки, бальзама, маски, масла, не знаю, вот чего-то такого базового не способен повлиять на ваши волосы таким образом, чтобы их стало как минимум в три раза больше, у вас был потрясающий объем и все, что с этим полагается. В общем-то, мое мнение по этому поводу, что любые уходовые средства работают с тем, что у вас есть. К сожалению, состояние ваших волос гораздо больше зависит от генетики, от питания и от общего состояния вашего здоровья, но далеко не от шампуня, бальзама, маски или чего-то еще, что вы используете в своих волосах. Если у вас от природы потрясающие объемные волосы, то хороший уход сделает их просто еще лучше на вид. Если же у вас тонкие, редкие волосы, у вас особо нет объема, то и не стоит ждать этого от ухода, просто все, что способен сделать хороший уход, это ваши волосы, скорее всего, станут более плотными, они не будут так ломаться, они не будут так сечься, у них появится красивый блеск, они не будут тусклыми. Но опять-таки, большую роль тоже во внешнем виде ваших волос играет также и укладка. Если вы не будете делать укладку, если вы не будете пользоваться какими-то стайлинговыми средствами, в том числе и средствами для горячей укладки, скорее всего, ваши волосы даже с супер хорошим профессиональным уходом все равно не будут лежать и внешне выглядеть так, как будто вы реально за ними ухаживаете и прикладываете немалые усилия для того, чтобы они так выглядели. Что касается моей базы, то у меня достаточно тонкие, прямые, окрашенные волосы. Из проблем, с которыми я столкнулась в последнее время, это огромная чувствительность кожи головы. Если я использую средства, которые мне не подходят, я сразу после первого же мытья головы это ощущаю, потому что у меня вся кожа воспаляется, появляются какие-то достаточно болючие прыщи по всей голове и потом это проходит достаточно долго, там в течение недели, полторы может проходить. Если вы тоже сталкивались с такой проблемой, то это видео будет для вас вдвойне полезно. И почему я, собственно, решилась на это видео, потому что сейчас, в принципе, качеством волос я довольна. И не только я, потому что недавно я была на консультации у трихолога для того, чтобы узнать, что происходит вообще у меня с кожей головы, в каком состоянии волосы. И она мне как раз сказала, что у меня волосы в отличном состоянии, они плотные, не ломкие, не посеченные. Ну и по большому счету я и сама вижу в зеркале то, что она мне сказала после диагностики. Единственная проблема, с которой я столкнулась за последний год, это потеря объема, потому что у меня достаточно сильно выпадали волосы. Ну а теперь давайте о конкретике. Первое, о чем я вам расскажу, это о линейке Керастаз, которая называется Денсифик. У меня здесь шампунь, а также я брала себе маску из этой же линейки и сыворотку. А вообще, в целом, эта линейка направлена на то, чтобы остановить выпадение волос, чтобы волосы стали более объемными, более пышными. И также вот эта сыворотка, вроде бы как предполагалось, что должна стимулировать рост волос. Для меня все, что я только что перечислила, было максимально актуальным. Что хочу сказать в целом об уходе Керастаз? Вообще, вы знаете, здесь, наверное, нужно вернуться опять-таки немножко назад и поговорить в целом о профессиональных линейках. Вот часто опять-таки бытует заблуждение, что профессиональный равно хороший или лучше, чем масс-маркет, допустим, или лучше, чем люкс. Когда мы говорим о профессиональной косметике, то она в наших глазах и более стойкая, и более качественная. Когда мы говорим о профессиональном уходе за кожей лица, то тоже ожидаем, что там будут более высокие концентрации каких-то активных ингредиентов, что там какие-то более удачно составленные формулы. И вот с волосами почему-то та же история. Кажется, что профессиональная линейка по уходу за волосами это самое лучшее, что вы можете купить в принципе. И здесь, мне кажется, не последнюю роль играет развитие коммерции, потому что за последние несколько лет огромное количество интернет-магазинов появилось, и теперь все для нас доступно. Потому что раньше профессиональные линейки продавались только исключительно в салонах. То есть можно было прийти в салон, и если вам там что-то посоветовали, то вы там могли это купить. Сейчас же направо и налево каждый сам себе определяет, что он хочет, достаточно просто зайти в интернет-магазин и это купить. И попользовавшись вот этой вот линейкой, я однозначно могу сказать, что мне она для домашнего применения абсолютно не понравилась. И это, конечно, только мое мнение, вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, что место керастаз как раз-таки исключительно в салонах. Это тот уход, который делает мгновенное действие. Когда вы приходите в салон и вам делают свежую стрижку, вам моют голову, то, естественно, вам, во-первых, хочется, чтобы все это приятно пахло, чтобы у вас были приятные ощущения от этого похода. И, соответственно, вы увидели какой-то результат. И многие из нас как раз-таки его и видят, потому что, когда мы выходим из салона, часто все говорят, волосы такие живые, послушные, такие блестящие, они такие какие-то легкие по своему ощущению. И вот все это достигается за счет вот такого вот рода продукции, которая делает моментальный эффект, но в то же время я не считаю, что этот эффект продолжительный или накопительный. Хотя мои волосы мгновенно начали блестеть, мгновенно стали выглядеть внешне лучше, но я не почувствовала улучшения в качестве волос. Я разобрала поверхность на состав и сразу скажу, что в составе именно продукции для волос я не очень сильно разбираюсь. В принципе, да, я могу выделить какие-то плохие компоненты и хорошие, но в то же время я здесь не настолько разбираюсь, чтобы сказать вам, какие ингредиенты самые лучшие среди активных. Что нужно среди ингредиентов искать для определенного типа волос. Состав шампуня я вообще в принципе не разбирала, потому что по большому счету единственная задача шампуня именно это очистить волосы, очистить кожу головы. И это то, что находится на нашей голове, ну грубо говоря, там несколько минут, после чего мы это смываем. И единственное, что я стала разбирать, это маска, потому что маска все-таки имеет более продолжительное действие и она как раз и должна что-то менять и сыворотку. Что касается состава маски, вы знаете, я здесь ничего сверхъестественного не увидела. Синтетические эмульгаторы, кондиционеры, смягчители, стабилизаторы, синтетический воск, разного рода консерванты, смягчающие средства, усилители текстуры. И что мне не понравилось, на 11 месте в составе находится спирт. А дальше идут 4 вида отдушки, которые, ну по крайней мере из того, что я узнала в интернете, считаются далеко не самыми лучшими ингредиентами. Из того, что может принести именно пользу для наших волос, это несколько видов аминокислоты, антиоксиданты, протеин и также одна из лучших форм гиалуроновой кислоты. Это в принципе все, что я здесь увидела полезного, и я посчитала, что вот та вот стоимость, которая заложена вот в эту баночку, как мне кажется, совершенно не оправданна по своему составу. А что касается этой сыворотки, то ее, к сожалению, я даже не смогла закончить до конца, потому что у меня была жуткая просто реакция на эту сыворотку. И каждый раз, когда я ее пользовалась, я убеждалась в том, что у меня на нее то ли аллергия, то ли чувствительность, то ли я не знаю что, но у меня вся голова покрывалась вот теми самыми прыщами, которые я изначально вам описывала. И что касается состава этой сыворотки, то первая часть, по сути, состоит из спирта и отдушек. И я поняла, что это тоже совершенно не подходит для чувствительной кожи головы. На первом месте в составе денатурированный спирт. Дальше мы видим силиконный, разный маскирующий запах ингредиенты, потому что так как это все-таки на спиртовой основе сыворотка, то естественно, если не замаскировать этот запах, у вас будут неприятные ощущения, а наоборот, такое впечатление, как будто вас закрыли в маленькой комнате с перегаром. И из того, что опять-таки я могу причислить к полезным ингредиентам, на 12 месте здесь есть очень хорошая форма витамина С, также фируловая кислота, которая является антиоксидантом и которая усиливает действие витамина С. Также здесь очень хорошая форма витамина Е, SPF, не знаю для чего, но он тут есть, и экстракты ежевики, лакричника и корня лакрицы. Что могу сказать в заключение по поводу этой линейки, это то, что лично я не советую это покупать для домашнего использования, потому что когда вы приходите в салон и вам единожды это все наносят на волосы, на кожу головы, вы действительно получите классный эффект, волосы начнут блестеть, они будут послушные. Вот реально этого эффекта можно достичь уже после первого применения этих средств. Но лично на себе абсолютно никакого накопительного эффекта я не заметила, а сывороткой вообще не смогла пользоваться, потому что она мне не подходит. Теперь, что касается Olaplex. В последнее время это очень раскрученный бренд, его очень многие хвалят. Это также профессиональный бренд. Этот бренд также очень активно используется в салонах. Но, насколько я знаю, вот эта формула номер 4 и номер 5, то есть шампунь и кондиционер, соответственно, это средства, которые рассчитаны для домашнего использования. То есть их можно использовать и в салоне, и дома, здесь как вам угодно. И перед тем, как заказывать даже Olaplex, я уже наученная горьким опытом Kerastase в первую очередь заглянула в состав. И вы знаете, вот эти средства меня действительно гораздо больше впечатлили, чем Kerastase. Я не буду говорить, что здесь прям идеальный состав, здесь нет ни одного спорного ингредиента, здесь прям одни радуги и пульца единорога. Нет, здесь тоже полно химических ингредиентов, но помимо этого очень большое содержание. Здесь разного рода экстрактов и также полезных ингредиентов для волос. И по моему мнению, состав Olaplex по сравнению с Kerastase это просто небо и земля. И что касается сугубо моего опыта использования Olaplex, это единственный уход, который действительно качественно повлиял на состояние моих волос, после чего они стали более плотными. Они у меня практически не обламываются. То есть если раньше это была моя одна из самых серьезных проблем, я не могу сказать, что они у меня стали настолько лучше, что теперь любая модель по волосам не будет завидовать, но они однозначно словно утолщились и стали гораздо более плотными. Если у вас есть деньги на профессиональный уход и вы постоянно покупаете профессиональный уход для волос, я вам могу на 100% рекомендовать Olaplex. Действительно, мне кажется, вы не пожалеете и чем дольше вы им будете пользоваться, тем лучше будет ваше состояние волос в принципе. Единственное, что мне очень хочется поругать Olaplex, это их упаковку, потому что она ужасно дебильная. Из-за того, что сам контейнер очень жесткий, здесь практически нереально выдавливать, особенно кондиционер. Еще когда у вас полная баночка, еще ладно, норм, но когда уже остается достаточно мало, вы видите, кондиционера у меня осталось достаточно мало, хранить его можно только вот так вот. Иначе вы от этой банки, как ни труси, как ни пытайся выдавить, вы ничего не добьетесь. Что касается расхода, то, как видите, у меня шампуня осталось, ну, раза так где-то в три, наверное, больше, чем кондиционера, потому что шампунь расходуется очень мало, достаточно просто малюсенькой вот такой вот горошинки для того, чтобы вспенить волосы так, что они просто дыбом будут стоять вот с помощью этой пены. Когда кондиционер, он какой-то тоненький что ли, вот его начинаешь наносить, вроде немало выдавил, начинаешь наносить, и он куда-то как девается, я не знаю, как это объяснить. И хочется еще добавить, потому что нет ощущения, что вот волосы, знаете, вот прям промазаны этим кондиционером. Почему я сказала, что если у вас есть на это деньги, то я вам советую Allaplex, потому что это все-таки своего рода роскошество, которое требует постоянного обновления, да, то есть нельзя купить просто один раз, и потом, знаете, как после курса лекарств понять, что все, я уже здоров, можно уже пользоваться чем попало. Нет, скорее всего, когда вы смените эту линейку на что-то попроще, или что-то вообще там не очень, то вы заметите ухудшение в состоянии ваших волос, не знаю, насколько быстро, но заметите точно. И я сейчас хочу в завершение показать вам линейку, которую я нашла очень случайно, вот просто вот ходила по супермаркету, что-то оно зацепило мой взгляд, я решила купить, попробовать, и вы знаете, вот, наверное, это такая вот бюджетная альтернатива Allaplex, это ни в коем случае не стопроцентная альтернатива, то есть вот такого вот эффекта, о котором я вам рассказывала, вы не добьетесь с помощью ухода этого, но он реально неплох. И я сейчас говорю об уходе от Wild Agafia. Есть обычная линейка секреты бабушки Агафьи, да, по-моему она называется. Вот эта линейка, почему меня заинтересовала, потому что она, ну, во-первых, более стильно выглядит, я когда увидела, так сразу это мой взгляд зацепило. Во-вторых, здесь абсолютно все написано на английском языке. То есть, насколько я понимаю, это та же бабушка Агафья, но она целена на внешний рынок, а не на внутренний. Тем не менее, что мне понравилось, шампунь вообще имеет сертификат Экосерт. Для тех, кто не в курсе, это очень крутой сертификат органики. И из-за этого я в первую очередь схватила этот шампунь, потому что на тот момент я еще не пользовалась Allaplex. У меня была как раз таки стадия керостаз, когда мне не нравилось, как реагировала моя кожа головы. И мне хотелось что-то максимально натуральное, органическое. А вы знаете, вот как просто чисто логически ты как будто начинаешь к этому тянуться, потому что складывается впечатление, что абсолютно любая химия начинает сразу раздражать кожу головы. Это все начинает чесаться, появляются опять-таки вот эти вот все прыщи. Короче, я взяла попробовать и кондиционер, и шампунь. Меня действительно очень приятно впечатлил этот уход. Что касается кондиционера, Экосертовского сертификата здесь нет. Они здесь налепили более залипушные, скажем так, наклейки, типа Cosmetic Bio Formula, Certified Organic Ingredients. То есть ингредиенты здесь сертифицированы органически. Но тем не менее, как бы там ни было, если говорить об эффекте, во-первых, абсолютно никакой реакции кожи головы, я имею в виду негативной реакции. Во-вторых, очень приятные ощущения как от шампуня, так и бальзама. Волосы реально в неплохом состоянии держат эти средства. Я пробовала, кстати, обычную агафью, вот эту вот, которая в других вот банках, мне не понравилась. Вот абсолютно, вот как-то вот никак просто было. Но вот именно вот эти серии в белой упаковке, вы знаете, мне действительно понравились. Последнее, что хочу упомянуть, это то, что, естественно, шампунь и кондиционер, это далеко не единственный уход, который я использую. У меня также есть и разные масла для кончиков волос, разного рода кондиционеры, которые остаются в волосах, после того, как уже смываешь эти уходы. Но в этом видео я хотела сосредоточиться в основном на обзоре именно Керастаз и Олоплекс. Ну и также затронуть немножко вот этот Вайт Агафья, потому что это единственный аналог к чему-то более дорогому, что я считаю неплохим по качеству. Надеюсь, это видео было полезным. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы пользовались этими средствами или какими-то другими линейками, к примеру, того же Керастаз, обязательно оставляйте свои отзывы в комментариях, для того, чтобы зрители могли полагаться не только на мое мнение, но также еще и на ваше. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.